Летом 1947 года недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико были обнаружены обломки неопознанного летающего объекта. Версий, откуда они взялись, было много. Самые популярные теории были инопланетяне, а власти штатов намеренно скрыли от мира тела пришельцев. Я вам об этом рассказывал в выпуске про НЛО, он есть на канале, посмотрите. Была и другая версия, еще более дикая. Якобы это был не НЛО, а экспериментальный самолет, который летел из Советского Союза по приказу лично Сталина. А на борту самолета находились похожие на пришельцев подростки. Из обычных детей их воссоздал нацистский врач Йозеф Менгери, который таинственно исчез после войны. Разыгравшаяся фантазия американской журналистки, которая стала автором всей этой клюквы, может только позавидовать. Но врач СС Йозеф Менгери был реальным, и он действительно проводил жуткие эксперименты над детьми. Сам факт, что его приплели к инциденту с НЛО, показывает, сколько мифов и легенд сложилось об этом человеке после конца режима Гитлера. Менгеле приписывались сотни тысяч жертв и опыты по клонированию человека. Но сколько бы преступлений Менгеле не совершил, делал он это открыто, ни от кого не прячась, в отличие от других маньяков из нашего цикла. Обычно про Йозефа Менгеле говорят в фильмах про Холокост, нацизм и Вторую мировую. Нам же было интересно посмотреть на этого человека под другим углом, как на серийного убийцу. На серийного убийцу, который дорвался до власти, потому что крови на его руках в разы больше, чем у всех наших героев прошлых серийных номеров. Сегодня мы поговорим про маньяка, которому не нужно было выслеживать своих жертв, заманить их в лес, гараж или в подвал. Он издевался над людьми официально и получал за это награды, звания и признания коллег. А уйти от наказания ему помогали священники, общественные организации и видные политики из разных стран. В этом выпуске вы узнаете, как один из наиболее ужасных нацистских преступников убивал одним взмахом руки и кто был его сообщником. Что в историях о Йозефе Менгеле правда, а что вымысел. Почему Менгеле считал себя гуманистом и как этой скотине удалось избежать правосудия. Это цикл «Серийный номер», где мы рассказываем о самых страшных убийцах и преступниках сквозь призму истории, культуры и политики. Мой постоянный соведущий Александр Файб, ссылка на его YouTube-канал в описании, не забудьте подписаться. Йозеф Менгеле, врач, который не лечил, а убивал. Герой восьмого серийного номера. Представьте себе 16-летнюю девочку, которая танцует вальс. Раньше она занималась балетом, поэтому у нее довольно неплохо получается. Каждое движение выверено, кружится как пушинка. Она танцует, закрыв глаза, и представляет себя на сцене оперного театра, куда всегда мечтала попасть. Но вот музыка заканчивается. Она смотрит перед собой и вместо театральных подмостков видит грязный барак нацистского лагеря смерти. Там, где должны быть зрители в вечерних нарядах, сидит эсэсовец. Вместо цветов буханка хлеба, которую офицер швыряет ей в качестве награды. Главное, что ему понравилось. От этого танца зависела ее жизнь. Потом девочка поймет. Она танцевала перед человеком, который в этот же день отправил ее мать в газовую камеру. Это не сюжет художественного фильма. Все это происходило в реальности. Девочку звали Эдит Эггер. Сейчас ей 96 лет, у нее трое детей и внуки. Она известный клинический психолог. Ее мемуары о Холокосте стали международным бестселлером. Кажется, Эггер смогла преодолеть старые травмы и выстроить новую счастливую жизнь. Но ее очень долго преследовало чувство вины за смерть мамы. Весной 44-го семью Эггер перевезли из еврейского гетто в лагерь Аушвиц. Тот самый, над воротами которого красовалась надпись «Труд освобождает». У нас его чаще называют Освенцимом, по названию польского города неподалеку от лагеря. Там Эггер впервые увидела этого мужчину, перед которым потом она будет танцевать. Внешне он ее не пугал. Молодой, подтянутый, улыбчивый. Он стоял в идеально отглаженной форме, на чищенных до блеска сапогах и белых лайковых перчатках, будто на параде. Мужчина общался спокойно, вежливо, интересовался здоровьем, семейным положением. Казалось, он хочет помочь напуганным людям, которых привезли в Освенцимы, которые не знали, что их ждет. Что-то вроде героя Кристофа Вальца из «Бесславных ублюдков». Такой образ сложился не только у Эггер, но и у других узников, которые с этим мужчиной пересекались. И этот мужчина делил людей на группы. После беглого осмотра и пары вопросов звучал вердикт. Вы отправляетесь направо, а вы идете налево. И в процессе он мог насвистывать какую-нибудь мелодию. Как правило, что-то из Шуберта или Вагнера. Он будто дирижировал толпой, пока указывал людям, куда им идти. Когда у женщин забирали маленьких детей, он успокаивал матерей. Не волнуйтесь, это пустая формальность. Скоро вы снова встретитесь. Если женщина начинала сильно упираться, он даже позволял пойти ей вместе за своим ребенком. Когда очередь дошла до семьи Эггер, мужчина, показывая на мать, спросил у Эдит. Это твоя мать или сестра? 16-летняя девочка не понимала, что происходит. Она громко вскрикнула «Мама!», потому что надеялась, что их оставят вместе. Но семью разделили. Позже Эдит узнала, кем был этот человек. А главное, что значил его безобидный вопрос, который стоил ее матери жизни. Многие известные во всем мире компании изначально назывались иначе. Например, Google существовал до 1998 года под именем «Бэк Раб». А напитку Pepsi изначально дали название «Брэдс Дринг». Небольшая американская компания по продаже кроссовок Blue Ribbon Sports получила название «Найк». Новое название получил и один из самых крупных российских банков. Тинькофф теперь Т-Банк. Изменилось только название. Все остальное осталось прежним. Это все такой же надежный онлайн-банк с удобным мобильным приложением. С круглосуточной поддержкой и классными сервисами. Новое название – новый виток развития в истории крупной экосистемы. Здорово, что ее основные ценности остаются при этом прежними. Сначала было слово, теперь буква – Т-Банк. Он такой один. Первые концлагеря в гитлеровской Германии сразу после прихода Гитлера появились. Сначала туда свозили политзаключенных. Потом туда стали массово отправлять тех, кого нацистский режим относил к асоциальным элементам или неполноценным. Число таких лагерей постоянно росло, и ко Второй мировой оно перевалило уже за тысячу. В начале 40-х стали появляться специальные лагеря смерти. Их создавали, чтобы окончательно решить еврейский вопрос. Сегодня мы знаем, что под этим слоганом скрывался план по масштабному уничтожению еврейского населения. Всего было убито около 6 миллионов человек. Две трети евреев, которые жили в Европе до начала войны. Почти половину из них расстреляли или отравили газом в лагерях смерти. Жертвами становились люди не только еврейской национальности, и других этносов, всех которых нацисты относили к низшим расам. Крупнейшим лагерем смерти считался Аушвиц-Биркинау. Формально это была часть целого комплекса лагерей рядом с польским Освенцимом. Именно туда и попала семья Эдит Эйгер. Там же находились и некоторые советские военнопленные, которых нацисты тоже безжалостно убивали. Причем они намеренно не регистрировали их как военнопленных, чтобы не распространять на них соответствующие правила содержания. На территории лагеря работали 4 газовые камеры и 4 крематория, где потом сжигали трупы. Помимо удушения газом практиковались расстрелы, смертельные инъекции фенола или хлороформа в сердце. По разным оценкам в Аушвице погибли от 1 до 1,5 миллионов человек. Разброс 500 тысяч, ну считайте это население крупного города. И этот разброс ужасает. Но точное количество жертв мы, конечно, никогда не узнаем. Комендант лагеря Рудольф Херс во время Нюрнбергского процесса вообще говорил о 2,5 миллионах убитых. Но потом оговаривался, что это лишь приблизительные подсчеты. Сам он якобы детального учета не вел. Я в этом сомневаюсь, что немцы были люди очень педантичные. Тут надо еще понимать, как работала эта технология уничтожения. Часть людей умирала еще на пути к лагерю. Их перевозили в переполненных скотовозках, ну то есть вагонах для скота, в совершенно жутких условиях. Большинство из тех, кто доезжал до лагеря, быстро отправлялись в газовые камеры. Херс этот конвейер наладил, за что похвалу заслужил просто от Гитлера. Как правило, из всех депортированных выживало не более четверти. И чаще всего это были наиболее физически сильные люди, которые, по мнению администрации, могли стать рабочей силой. Это устанавливали в ходе так называемой селекции. То есть людей, как свиней или овец, сортировали прямо на платформе, как только их выгружали из поезда. В категорию так называемых непродуктивных попадали дети, беременные женщины, пожилые люди, инвалиды и все остальные, кто казался неподходящим для тяжелой работы. Именно поэтому подростки старались казаться сильнее и старше, а взрослые люди, особенно женщины, наоборот, моложе. Селекцию провалили лагерные врачи СС. К реальному лечению должность врача отношений никакого не имела. И вот одним из этих врачей был тот самый учтивый мужчина, который задавал вопросы юный Эдит Эгер. Его звали Йозеф Менгеле. Вопросы во время отбора он задавал с одной только целью. Врач решал, оставить человека для работы или сразу отправить на смерть. Помимо селекции в Аушвице были и другие отборы. В первую очередь среди тех, кто попадал в лазарет. По воспоминаниям заключенных, Менгеле легко отправлял в газовую камеру людей, которые только числились больными, но уже почти выздоровели. Помимо сортировки узников, Менгеле, как врач, должен был решать проблему эпидемии. В лагере постоянно были вспышки заболеваний. Тиф, скарлатина и так далее. Но это неудивительно, учитывая, в каком состоянии находились люди. Но нацисты считали, что представители низших рас просто предрасположены ко многим болезням. То есть наследственность у них такая дурная. Ну, у нас, то есть у нас, да, у нас тоже русских наследственность дурная, по мнению Менгеле была. С больными особо не церемонились. Чаще всего инфицированных просто убивали. Например, во время эпидемии Тифа Менгеле распорядился зачистить целый блок, где содержалось 600 женщин. Также поступали с узниками в соседних блоках, если там находились заболевших. Нередко под предлогом борьбы с болезнями ликвидировали целые лагерные комплексы. Вместе с людьми, естественно. За это Менгеле даже наградили крестом военных заслуг. А заключенные, в свою очередь, дали Менгеле прозвище «Ангел смерти». Сколько всего людей он лично послал на смерть, мы не знаем. Иногда встречается оценка в 400 тысяч человек. Ну, считаю, это треть всех погибших в Аушвице. Возможно, это завышенная оценка. Но даже по самым минимальным подсчетам личный счет Менгеле шел на десятки тысяч. По оценкам бывшего узника, который ввел учет заключенных в лагере, за два года работы Менгеле им были отправлены в газовые камеры не менее 50 тысяч человек. Ну, понятно, что Менгеле был такой не один. Селекцией занимались и другие сотрудники лагеря. Ну, представьте, в Аушвиц приходило до 10 эшелонов с людьми в день. В эшелоне было 40-50, а иногда и больше вагонов. В каждом могло быть до 100 человек. Ну, поток людей огромный. Но Менгеле появлялся на платформе чаще других врачей СС. Он приходил туда даже не в свою смену. Если для других коллег Менгеле это превращалось в неприятную рутину, которую многие даже старались избегать, то Менгеле показывал небывалый, просто фантастический энтузиазм. Казалось, что ему доставляет удовольствие распоряжаться жизнью людей. Тут еще надо не забывать про его манеры. Как он улыбался людям, успокаивал их, зная, что через час этот человек или его дети окажутся в газовой камере. С некоторыми он даже играл в «Угадай мелодию». Он насвистывал какой-то мотив, а потом спрашивал своих будущих жертв, а что это за песня? И то, как человек сыграет в эту изуверскую игру, в итоге определяло, останется он в живых на какое-то время или нет. Но была еще одна важная причина, по которой Менгеле так часто участвовал в отборах. Причина, из-за которой многие выжившие завидовали тем, кого Менгеле сразу отправлял на смерть. Посреди вот этого ада на земле с крематориями, газовыми камерами и постоянным потоком смерти работал настоящий детский сад с песочницей, качелями и каруселями. И туда ходили не дети работников администрации лагеря, это нюдь. Там содержались дети обычных узников. Их кормили более-менее сносно по общим меркам и даже иногда баловали сладостями. Причем импровизированные ясли появились по инициативе того самого ангела смерти, Менгеле. Что это было? Психологическая компенсация? Замаливание грехов? Или, может, внутри эсэстовца, который ежедневно отправлял людей на смерть, проснулась эмпатия? Реальность, как и зло, была банальнее и страшнее. Менгеле постоянно крутился в сортировке, потому что искал подопытных для своих экспериментов. Отбирал он в основном детей. Отсюда и песочницы, чтобы дети ему доверяли и прослужили ему подольше, как расходный материал. Менгеле играл с нами в доброго дядюшку. Приносил шоколад. Перед тем, как применить скальпель или шприц, он говорил, не бойся, с тобой ничего не произойдет. После опытов он приносил нам подарки. Однажды Менгеле увел моего брата. Когда его вернули обратно, его голова была полностью перебинтована. Он умер у меня на руках. Это воспоминания одной из жертв экспериментов. Таких историй с братьями и сестрами довольно много. Дело в том, что Менгеле в первую очередь интересовался близнецами. Он смотрел на них, как на идеальный материал для изучения наследственности. Это не какая-то причуда Менгеля, а научный тренд того времени. Другое дело, что с помощью опытов на детях он доказывал свои расистские теории. Менгеле, среди прочего, пытался выяснить механизм воспроизводства близнецов. Цель очень простая – увеличить популяцию арийской расы. Представьте, если каждую немку запрограммировать на рождение чистокровных двойняшек и тройняшек. Тут уже не просто железный крест. Тут статус личного фаворита Гитлера маячил. С точки зрения науки звучит бредово, но вполне в логике Третьего Рейха. Ради этого Менгеле выкачивал из детей литры крови, делал ненужные переливания, операции без наркоза, вкалывал им какие-то химические вещества, наркотики, заражал вирусами, ампутировал конечности. Кого-то он сшивал, пытаясь искусственно создать сиамских близнецов. Конечно, в таком состоянии долго прожить дети не могли. Они умирали в мучениях. Зачастую, если один близнец погибал, второго намеренно умерщвляли, чтобы провести вскрытие и сравнить состояние организмов. Менгеле удалось создать в лагере настоящую лабораторию патологоанатомов. Он не хуже любого серийника собирал трофеи из частей тел своих жертв. Только представлялось это все как научное изыскание. Для понимания уровня безумия, однажды Менгеле убил 14 пар близнецов одновременно. Он ввел им хлороформ сердца. Все ради очередного исследования. Он мог спокойно подмешать яд в пищу или просто распорядиться, чтобы охрана застрелила нужных людей. Всего через его руки прошли около тысячи пар братьев и сестер. Большинство дети из еврейских и цыганских семей. Помимо близнецов, Менгеле очень увлекали всякие отклонения от нормы. Он забирал для экспериментов людей с аномально низким ростом или наоборот с гигантизмом. Цель по сути та же – показать, что низшие расы наследственно неполноценны. Особый интерес Менгеле проявлял к детям с гетерохромией, то есть с глазами разного цвета. Менгеле впрыскивал им химикаты и гормоны, чтобы проверить, можно ли изменить цвет радужной оболочки. Это вызывало жуткую боль и раздражение вплоть до слепоты. На самом деле эти опыты он проводил по заказу. Почему именно – мы расскажем дальше. Чтобы выслужиться, Менгеле творил чудовищные вещи. Однажды врач распорядился убить цыганскую семью из восьми человек, чтобы отправить их глазные яблоки на исследование. Другим везло больше. Но из тех, кто выживал, многие оставались инвалидами и до конца жизни боялись врачей. Вот еще одно характерное воспоминание жертвы опытов. «Освободили меня слабую, полуслепую и покрытую корками, как отработанный материал доктора Менгеля. После войны я очень боялась медицинских манипуляций. Я жила в деревне, и фельдшер даже не делал мне прививок от инфекционных заболеваний. До того я боялась». Но кто-то потом даже находил в себе силы для прощения. Как, например, Ева Мозес Кор. Менгеле ставил эксперименты над ней и ее близняшкой Мириам. После войны Мозес ездила по миру, рассказывала про ужасы Аушвица и старалась помогать другим пострадавшим от опытов. Но многие не могли ее понять, когда она заявила, что прощает своих мучителей. Мозес публично встречалась с потомками коменданта лагеря и одним из бывших врачей СС. Она говорила, что делает это для себя. Так Мозес хотела оставить позади всю боль и ненависть прошлого, чтобы спокойно жить дальше. Прощать надо было много кого. Менгеле творил весь этот ад не в одиночку. И мы сейчас говорим даже не о других врачах СС. У садиста были помощники, в том числе и с заключенных. Как мы уже говорили, врачи СС заключенных не лечили. Реальной медицинской помощью и вообще всей рутины занимались другие узники с профильным образованием. Их к себе в помощники отбирали ССовцы. Особенно ценились люди с хирургическим опытом и знанием немецкого. За работу им полагалось улучшенное питание и более-менее сносные условия проживания. Кому-то позволяли ходить в гражданской одежде вместо арестантской робы. Были и другие бонусы. Но все же говорить, что им повезло, нельзя. Это, наверное, кощунство. Менгеле, среди прочего, заставлял врачей заключенных участвовать в селекциях. Ну просто представьте, вам как врачу нужно отобрать часть своих пациентов для газовой камеры. Иначе сами там же окажетесь вместе с вашими родственниками. Узников ставили в безвыходное положение. Как вы понимаете, не выбрать никого было нельзя. Один бывший педиатр из Чехословакии, которого Менгеле назначил главой своей лаборатории, отправил на смерть около тысячи заключенных. Некоторые из помощников Менгеле спустя какое-то время совершали суицид. Другие старались саботировать его приказы, ну насколько это было возможно. Они путали номера заключенных, подменяли диагнозы больных, намеренно допускали ошибки. Менгеле набирал себе ассистентов не только среди врачей. Как-то на стене одного из лагерных бараков, где жили дети, появился странный рисунок. Это была сцена из «Белоснежки и семи гномов». Первый мультфильм студии Дисней вышел в 1937 году и был очень популярный в довоенной Европе, особенно в Германии. Считается, что творчество Диснея высоко ценил и сам Гитлер. Он был в восторге от «Белоснежки». Ну и как тут не вспомнить, что Уолт и Диснея потом обвиняли в симпатиях нацистам. Но вряд ли об этих взаимных чувствах знали сотрудники Аушвица. Они быстро выследили автора рисунка. Ею оказалась бывшая ученица Пражской академии художеств по фамилии Готлебова. Она уже приготовилась к смерти. Однако вместо наказания девушку отвели к Менгеле. Менгеле пожаловался ей на техническую проблему. Фотографии узников не передавали тон кожи. Тут и пригодился талант Готлебовой. Портреты, которые она написала, до сих пор хранятся в музее Освенцима. А сама художество после войны вышло замуж за аниматора из штатов и переехала в Калифорнию. В нулевых ее коллеги из Марвел посвятили Готлебовой комикс в одном из выпусков «Люди Икс». Примечательно, какое впечатление на художницу произвела внешность Менгеле. Она потом сравнивала его с Питером Селлерсом. Это инспектор Клоо из «Розовой пантеры». И доктор Стрэнджелов из фильмов Кубрика. Не то, чтобы они были похожи, как две капли воды, но какие-то черты, по ее мнению, совпадали. «Ангел смерти» вообще был далек от эталонного нордического арийского типажа. Невысокого роста, смугловатая кожа, темно-каштановые волосы, зубы с расщелиной. Возможно, Менгеле комплексовал из-за того, что не соответствовал белокурым стандартам. Это, конечно, усиливало его жестокость к тем, на кого он явно не хотел быть похожим. Кстати, насчет расовой чистоты. Первый раз Менгеле женился в 1939 году. С избранницей и ее родителями вроде было все в порядке. Но вот о происхождении ее дедушки со стороны отца информации не было. А тогда каждый член СС и его партнеры по браку должны были отчитываться о своих предках аж до 1750 года. Возможно, данные о дедушке супруги специально скрывали, зная, что там все не так чисто. Возникла неудобная ситуация. Менгеле смог как-то утрясти вопрос, но осадочек остался. Все это могло серьезно сказаться на его карьере и мотивировать его выслуживаться даже больше, чем остальных, чтобы доказать, что он-то еще более достоин, чем все остальные. А Менгеле с юных лет еще был амбициозным. Он всеми правдами и неправдами пытался встроиться в систему нацистской власти. Йозеф Менгеле родился в небольшом баварском городе Гюнсбург в 1911 году. Семья была довольно известной в городе. Деньги у них тоже водились. Отец производил и продавал сельхозтехнику. К 30-м компания Менгеле Аграртехник стала крупнейшим производителем молотилок в Германии. У Менгеле было два брата, которые позже включились в семейный бизнес. Отец надеялся, что из Йозефа тоже выйдет толк, и он пойдет по его стопам. Менгеле хорошо учился в школе, он интересовался музыкой, танцами и любил ходить на лыжах. Об отношениях юного Йозефа со сверстниками мало что известно, но замкнутым и забитым его точно нельзя было назвать. Про насилие в семье или про изуверское отношение к домашним животным информации тоже нет. Ну, то есть не было каких-то типичных маркеров, которые обычно присутствуют у потенциальных психопатов-садистов. Казалось, взросление Менгеля прошло без серьезных травм, но это только на первый взгляд. Травма случилась на более глобальном, национально-историческом уровне. Отец Менгеля, Карл, был консерватором и участником Стального шлема. Это была организация правого толка, которую основали ветераны Первой мировой. Как и другие такие структуры, Стальной шлем зарабатывал свой политический капитал на реваншистских настроениях. Это была очень мощная энергия и общественный запрос Германии, которая была проигравшей в Первой мировой, который помогал им рекрутировать новых участников. Они не могли смириться с поражением своей страны в войне. Организация поддерживала тесные контакты с Национал-социалистической партией Гитлера, а Карл Менгеле даже предоставлял одно из своих фабричных зданий для предвыборного выступления будущего фюрера. Позже Менгеле-старший официально вступил в партию нацистов, а потом и в СС. Сын Йозеф старался не отставать от отца. Уже с 13 лет он состоял в молодежном движении, которое потом стало частью Гитлер-югента. Затем был все тот же Стальной шлем. Партия Гитлера и, наконец, с конца 30-х членство в СС. После начала Второй мировой он служил врачом в войсках СС на Восточном фронте. Его дивизия запомнилась массовым убийством еврейского населения рядом со Львовом и прочими военными преступлениями. Сам Менгеле получил несколько наград и был тяжело ранен. Затем он вернулся в Германию. И только весной 43-го получил назначение в Аушвиц. Как бы странно это ни звучало, но работа Менгеля в Аушвице стала логичным продолжением его научной карьеры. Еще в 35-м году Менгеле стал доктором философии. Степень ему присвоили за антропологическое исследование. В своей работе он доказывал, что принадлежность к расе можно определить по структуре нижней челюсти. Через три года он получил уже звание доктора медицины. Тема диссертации снова крутилась вокруг челюсти и расовых различий. К тому моменту Менгеле уже работал в Институте расовой гигиены во Франкфурте. Это был один из крупнейших центров, где ученые обосновывали весь этот нацистский бред про высшие и низшие расы. Руководил институтом Отмарфон Вершуер. Он был экспертом в исследовании близнецов и убежденным сторонником принудительной стерилизации. Менгеле стал одним из его любимых учеников и сотрудников. Во время войны Вершуер возглавил Институт антропологии, человеческой генетики и евгеники в Берлине. Туда Менгеле отсылал результаты своих лагерных опытов вместе с образцами крови и органами жертв. Есть версия, что ангел смерти вообще оказался в Аушвице с подачи своего наставника. Так это или нет, мы не знаем. Но в любом случае Вершуер и его сотрудники были крайне заинтересованы в экспериментах Менгеле. Все это похоже на какие-то безумные игры нацистских псевдоученых. Но их взгляды были довольно типичными для той эпохи. И речь не только о Германии. В начале 20 века западная наука фанатела от евгеники. Идея, что генофонд нации можно искусственно улучшить, как будто речь идет о новой породе собак, захватила умы ученых, политиков и филантропов. Делать это предполагалось с помощью жесткого контроля за рождаемостью. Послушайте, что говорили эти люди. Те, кто поражены тяжелой болезнью, не должны иметь потомство. Если мы позволим физически и психически неполноценным иметь детей, а здоровые будут ограничены в этом, то наша раса быстро выродится. Это говорил не какой-то маргинальный приспешник Гитлера, а уважаемый психиатр с мировым именем Эйген Блейлер. Он первым ввел термин шизофрении. Лауреат Нобелевской премии по медицине Алексис Каррель вообще предлагал убивать душевнобольных преступников с помощью газа. К 30-м годам, то есть до прихода Гитлера к власти, во многих странах вовсю работали программы принудительной стерилизации. Прямо на уровне государства работали. С стерилизацией подвергались люди с ментальными болезнями, психическими отклонениями или просто с нарушенным интеллектом. А тогда их просто называли дегенератами, которым нельзя размножаться. Иначе нацию ждало вырождение. Часто к ним добавляли преступников, бродяжек, проституток и вообще прочий весь асоциальный элемент. Где-то потомство принудительно лишали слепых, глухих, эпилептиков, просто людей с какими-то физическими деформациями. Критерии могли быть довольно широкими. Напоминаю, что мы сейчас говорим не про нацистскую Германию. Все это работало в Америке, Канаде, Британии, Японии, даже в Скандинавии. Причем практику не свернули и после окончания Второй мировой. Пионером в области принудительной стерилизации считается Америка. Там это впервые было оформлено на уровне законов. В некоторых штатах нормы активно применялись вплоть до начала 80-х годов. Только по официальным данным жертвами стерилизации в США стали как минимум 65 тысяч человек. Среди них особенно много коренных американок, иммигрантов из Латинской Америки и темнокожих женщин. Причем американские евгенисты очень плотно сотрудничали с нацистами. Например, немецкие институты евгеники и расовой гигиены до войны стабильно получали гранты от некоммерческих фондов. Менгери тоже жил на зарубежные гранты и разъезжал по международным конференциям. После прихода к власти нацисты стали быстро внедрять иностранный опыт у себя. Только теперь в масштабах государственного конвейера. В 1933-м Гитлер подписал закон, цитирую, о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. Список опасных заболеваний и отклонений был выбран классический. От слабоумия и шизофрении до слепоты и глухоты. Некоторые психиатры предлагали стерилизовать детей с плохой успеваемостью в школе. Закон оправдывали классическим аргументом. Но это же не мы такие плохие, мы пытаемся мир улучшить. Вот пример пропагандистского плаката 1936 года. Надпись «Мы не одиноки» и флаги стран, которые также применяют принудительную стерилизацию. Правда, в Германии тогда уже начали стерилизовать и детей от расово-смешанных браков. Но и тут немецкие нацисты были не одиноки. В Швеции, например, лишали потомства выходцев из шведско-цыганских семей. Со временем аппетиты нацистов выросли. И ближе к началу Второй мировой в Рейхе уже запустили программу по эвтаназии. Кодовое название Т4. Но чаще для проекта применялось сочетание слов «акция смерти жалости». Сначала из жалости убивали детей с умственной или физической инвалидностью. Потом программу распространили на взрослых с отклонениями. Эту адскую совершенно политику оправдывали и с помощью экономики. На плакатах показывали больных людей и писали, во сколько они обходятся обычному здоровому налогоплательщику. Именно в рамках этой программы впервые опробовали газовые камеры. В конце концов, мы знаем, до чего все это докатилось. Миллионы людей были стерилизованы или убиты просто по этническому признаку. После окончания войны все эти ужасы вскрылись в полном объеме. Особенно во время Нюрнберга и подобных ему судебных процессов. Но Менгеле на скамье подсудимых почему-то не оказался. И тут начинается самая загадочная часть нашей сегодняшней истории. После капитуляции Германии самый громкий процесс над врачами-нацистами проходил в Нюрнберге в 47-м. На скамье подсудимых оказалось 20 врачей из лагерей смерти и еще пара юристов с чиновниками. Список обвинений был довольно обширный. От той же эвтаназии и стерилизации до экспериментов с холодом и давлением. Еще врачей обвиняли в том, что они заражали подопытных различными вирусами. Тестировали на них яды, химическое оружие и радиацию. В итоге треть обвиняемых приговорили к смертной казни. Среди них был и личный врач Гитлера Карл Брант. Он, среди прочего, курировал программу по эвтаназии. Были и другие процессы, включая отдельные суды над персоналом Аушвица. Кто-то до них не дожил, как, например, руководитель Менгеля Эдуард Вирц. А вот еще один коллега Менгеля, Ганс Мюнх, вообще избежал серьезного наказания. Но не потому, что он куда-то там сбежал. Просто выжившие узники в один голос говорили, что врач СС уклонялся от участия в селекциях, помогал заключенным и многих спас от смерти. Ему даже дали прозвище «добрый человек из Освенцима». Правда, к концу жизни Мюнх начал давать странное интервью, где он чуть ли не оправдывал эксперименты над людьми и газовые камеры. А что же стало с самим «Ангелом смерти»? Менгеля почему-то не было видно ни на одном из процессов. Куда он подевался? Менгеля покинул Аушвиц всего за 10 дней до освобождения лагеря с советскими войсками в январе 1945-го. Его с другими врачами перевезли в другой лагерь Польши. Менгеля забрал с собой пару коробок с записями и результатами опытов. На новом месте он пробыл недолго. Советская армия продолжала наступать. А дальше началось интересное. Менгеля двинулся на запад и наткнулся на одно из подразделений вермахта. При поддержке старого знакомого, который работал в полевом госпитале, Менгеля начал выдавать себя за офицера немецкой армии. Ну то есть обычного военного, который не имеет никакого отношения к СС. И находясь в части, ангел смерти закрутил роман с медсестрой. Ей он передал свои документы. Он знал, что немецких медсестер союзники отпускали практически сразу, без особых проверок. В июне 1945-го всю медицинскую бригаду вместе с Менгеля задержали американские военные. Тут важно понимать, что на тот момент его имя уже было в списках военных преступников. О нем постоянно говорили освобожденные узники Аушвица. И когда его арестовали американцы, он представился своим настоящим именем. Казалось, это провал. Но спустя два месяца Менгеля отпустили на все четыре стороны. Почему это произошло? Объяснений несколько. Возможно, была банальная бюрократическая неразбериха, очень характерная для того послевоенного времени. Не факт, что у руководства лагеря для военнопленных на руках вообще были все эти списки. Считается, что Менгеля могло спасти отсутствие татуировки с указанием группы крови. Ее набивали тем, кто служил в войсках СС. Первое время после войны это был главный внешний признак, по которому союзники выявляли ССовцев. Ну, как пожиратели смерти в Гарри Поттере. И так медсестра с его документами продолжала путешествовать по разным местам послевоенной Германии. А потом пришли новости о том, что Менгеля погиб. Правда, без особых подробностей и свидетелей. В октябре 1945-го у семьи баварских фермеров, которые жили рядом с городком Розенхайм, были хорошие новости. К ним привели мужика, который готов был за скромную плату помогать им по хозяйству. Этого нового разнорабочего представили как фрица Хольмана, беженца из восточной части Германии. Работником он оказался надежным, дисциплинированным. Держался, правда, как несколько особняком. Много не болтал и ел за троих. Фриц Хольман исчез с фермы так же неожиданно, как и появился. Исчез в августе 1948-го. Незадолго до этого в газетах написали о казни функционеров и врачей СС. Их признали виновными в проведении преступных опытов над заключенными. Ну, как вы уже поняли, батрачил на ферме доктор Менгеля. Версию про его мифическую гибель активно прокачивали жена, родственники, которые в этот же момент поддерживали с ним контакт. Их показаний хватило, чтобы убедить американские власти и следователей, что Менгеле мертв. Но ангел смерти все равно дико нервничал. Его имя все чаще звучало в новостях о преступлениях нацистов. Он понимал, если правда вскроется, виселиться ему не избежать. Поэтому Менгеле решил бежать. Бежать из Европы по маршруту, который с подачи американских спецслужб стали называть крысиными тропами. Через систему крысиных троп после войны сбежали тысячи военных преступников. Несколько сотен из них – это самые воскопоставленные нацисты. Особую роль в этой истории сыграло католическое духовенство. Самым популярным стало итальянское направление. Туда немцы попадали через Альпы. По пути они останавливались в монастырях. Потом через Рим они отправлялись в портовый город Геную, где покидали материк. Весь этот маршрут мог занять месяцы. И порой нацисты жили бок о бок с еврейскими беженцами, которые тогда массово эмигрировали в Палестину. Главным организатором крысиных троп считается епископ австрийского происхождения Алаис Худал. Его сетью среди прочих воспользовались комендант нескольких лагерей смерти Франц Штангль и Адельф Эйхман, о котором я вам уже рассказывал в выпуске про Моссад. Последнего называют архитектором Холокоста. А вот Худал еще с начала 30-х симпатизировал национал-социалистам. Он публично выступал с антисемитскими заявлениями. Войну Худал считал столкновением бизнес-интересов. А нацистских преступников он вообще называл жертвами показательных судилищ. С логистикой нацистов понятно. Ну а что с документами? Ну нельзя же просто так взять было и выехать по липовым бумажкам. Или все-таки можно? Как правило, нацистам-беглецам выдавали поддельные документы на вымышленные имена. Но с ними на визу не податься. С этими бумажками нужно было идти в отделение Международного комитета Красного Креста за паспортом беженцев. Во время войны и сразу после войны комитет занимался выдачей паспортов и других транспортных документов для беженцев. Теоретически в Красном Кресте, конечно, должны были проверять биографические данные. Но обычно хватало рекомендательного письма от тех же священников. Тем более с ними, со священниками, у сотрудников Красного Креста были хорошо налажены неформальные связи. Комитет потом нередко обвиняли в преступном нейтралитете, а то и вообще в откровенно лояльном отношении к нацистам. И не на пустом месте. Карл Якоб Буркхард, который в то время возглавлял организацию, называл Нюрнбергский процесс местью евреев. Кажется, в комитете прекрасно понимали, кому и зачем на самом деле они эти документы выдают. Вот с этим паспортом беженца можно было получить визу. Основная масса беглецов направлялась в Южную Америку. В первую очередь в Аргентину. Почему именно туда? Ну, во-первых, там проживала довольно крупная немецкая община. Но это не главное. Хуан Перрон, тогдашний президент Аргентины, считал Нюрнбергский процесс, цитата, «бесчестием и неудачным уроком для будущего человечности». Он не просто не мешал. Он активно помогал военным преступникам перебраться в Аргентину. В работе крысиных троп участвовали аргентинские дипломаты, аргентинские офицеры разведки. Они даже открывали новые маршруты для бегства через Скандинавию, Бельгию и Швейцарию. При этом условия для виз сделали максимально простыми. Даже обратный билет был не нужен из экономии. Считается, что Перрон заразился идеями фашизма и национал-социализма еще в 30-х. Он тогда работал в военном атташе в Берлине и в Риме. После войны нацисты везли в Аргентину военный опыт, технологии и, конечно, награбленные ценности, что Перрону было на руку. Казалось, при таком раскладе страна должна была превратиться в оплот южноамериканского антисемитизма. Но Перрон был прагматичным парнем. Среди его советников были как беглые нацисты, так и еврейские экономисты. Перрон установил дипломатические контакты с Израилем и даже оказывал молодому государству гуманитарную помощь. При нем еврейские граждане впервые в истории Аргентины получили право занимать государственные должности. Но такие контрасты не пугали нацистов, которые вот еще недавно были буквально публичными сторонниками расовой гигиены. Когда земля горит под ногами, на все можешь закрыть глаза. Система переезда в Аргентину, казалось, была хорошо отлажена. Но в случае с Менгеле произошла заминка, которая могла стоить ему жизни. Несмотря на помощь сочувствующих, далеко не у всех беглецов были средства для путешествия. Менгеле в этом смысле очень помогла семья. По пути в Италию, помимо новых документов, ему передали солидную сумму от отца, который занимался бизнесом, и чемодан с его записями из Аушвица. Пока он батрачил на ферме, документы об экспериментах спокойно лежали дома у родственников. Деньги Менгеле, который тогда взял имя Хельмута Грегора, понадобились, чтобы получить итальянскую выездную визу. С одним из чиновников заранее договорились, что он все обеспечит. Ну, конечно, за бабки. Понимаете, то есть, да, что вырисовывается? Католическое духовенство, аргентинские агенты, Международный комитет Красного Креста, коррумпированные европейцы. То есть, схематоз глобального уровня. Но именно в коррупцию все и упиралось. Без взяток мелким чиновникам ни одна крысиная тропа не стала бы проходимой. Одна беда. В тот самый момент, когда Менгеле подался на визу, его контакт, человек, которого он коррумпировал, ушел в отпуск. А коллеги чиновника были не в курсе, кому и зачем надо помогать. И сдали ангела смерти в полицию. Почти месяц он провел под арестом по подозрению в подделке документов и попытке подкупа. За это время могли бы всплыть неприятные факты его реальной биографии. Но американцы считали его мертвым. А итальянцы особо тогда не напрягались. И вот, когда чиновник вернулся из отпуска, вопрос, конечно, быстро решили. Один из полицейских даже спросил у Менгеле Грегора, не евреи ли он? Так усиленно за него впрягались, чтобы освободить из тюрьмы. В качестве компенсации его даже билет ему проапгрейдили на класс повыше. И в июле 49-го Менгеле с комфортом отплыл в Аргентину. В Аргентине ангел смерти сразу устроился с комфортом. В каком-то смысле сбылась мечта его отца. Йозеф занялся семейным бизнесом. По сути, Менгеле стал торговым представителем Менгеле Аграртехник в Южной Америке. В продвижении бизнес-интересов помогали другие нацисты со связями в деловых и политических кругах. Так что деньги у него водились. Он купил долю в столярном предприятии, снял квартиру в Буэнос-Айресе и домик в пригороде. А потом Менгеле решил наладить личную жизнь. С женой разлад случился еще в конце 40-х. Дело шло к разводу, и он переключился на Марту Менгеле, вдову одного из своих родных братьев. Есть версия, что за союзом стоял отец, который думал о корпоративных интересах и дальнейшей экспансии бизнеса. Ведь вдова унаследовала долю в семейной компании. Закрепились новые отношения во время отдыха на курорте в Швейцарии. В Швейцарии, не в Уругвайе или Бразилии. Случилось это весной 56-го года. А как туда Менгеле вообще попал? Да просто. Сел на самолет и прилетел в Женеву. С пересадкой в Нью-Йорке, кстати. Затем Менгеле даже заехал в родной Гюнсбург. А потом и к старым знакомым в Мюнхен. Ну то есть совсем беспалево. Правда, по дороге он попал в аварию. Полиция начала разбираться, кто, что, почему. Запахло жареным. Но дело быстро уладили. Все решила банальная взятка. Папа Карл взял и занес денег мюнхенским полицейским. Вояж в Европу настолько расслабил ангела смерти, что по возвращении в Аргентину он решил вернуть себе свое настоящее имя. Бывший эсэсовец пошел в посольство Западной Германии и все как на духу рассказал. Ну не про Аушвиц, конечно, а про довоенную часть биографии. Что вы думаете? Чуть позже ему выдали копию свидетельства о рождении и западно-германский паспорт на имя Йозефа Менгеля. Из международных списков военных преступников его никто не исключал. Ну, видимо, повторилась история 1945 года. Никто с этими списками особенно не сверялся. В конце концов, не Гитлер же к ним в посольство пришел, или Борман какой-нибудь. После того, как он вернул себе имя, Менгеля зажил совсем как обычный человек. Получил вид на жительство, стал совладельцем фармацевтической компании, закупился недвижимостью и официально оформил брак с вдовой брата. Она переехала к нему в Аргентину вместе с сыном. Медовый месяц молодожены провели в Уругвай. Там тоже осело немало беглых нацистов. Мой приятель, который переехал в Монтовидео в начале нулевых, рассказывал одну примечательную историю. У него в антикварной мебели завелись жучки. Ему посоветовали пойти к одному дедушке, который решал такие проблемы. Тот пришел к этому дедушке, увидел перед собой человека европейской наружности, очень приветливого, и выяснилось, что этот пожилой джентльмен уничтожал вредителей в мебели с помощью импровизированной газовой камеры. Ее он оборудовал прямо в своем уругвайском доме. Приятель, конечно, не стал уточнять детали его биографии, но была одна важная особенность. Во дворе у дедушки пылился старенький Мерседес Бенц. Менгеле газовые камеры не мастерил и за океан не экспортировал, но на старые грехи его, кажется, все равно тянуло. Ближе к концу 50-х он оказался втянут в скандал с нелегальными абортами. Вряд ли бывший врач стал бы этим заниматься только из-за денег. Он ведь явно не бедствовал. Вероятно, соскучился по экспериментам. В результате одной из таких операций погибла девушка-подросток. Доказать причастность Менгеля вроде как не удалось, хотя там снова не обошлось без взяток. Но внимание полиции не на шутку испугало Менгеля. К тому моменту аргентинского президента, который сочувствовал нацистам, свергли по итогам очередного военного переворота. Тогда Менгеля перебрался в соседний Парагвай под крыло другого диктатора. Парагвайский генерал немецкого происхождения Альфредо Стресснер пришел к власти в 54-м. В ходе переворота, естественно. В Латинской Америке того времени иначе никак. Режим Стресснера сравнивали с франкистской Испанией. Нацистам и фашистам он тоже симпатизировал. Менгеля сначала находился в Парагвае под легендой рабочей командировки. Затем он получил гражданство и в этой стране. Но ангел смерти чувствовал, что над ним начинают сгущаться тучи. И мелкими взятками теперь не отделаешься. Фамилия Менгеля давно стала нарицательной. Это сейчас мы воспринимаем врача СС из Аушвитца как символа всех кошмарных нацистских экспериментов над людьми. Но в исчадии ада в массовом сознании он стал превращаться не раньше 60-х, а то и 70-х. До того его имя, конечно, встречалось в показаниях свидетелей, в судах, в отдельных мемуарах, в газетах. Но того уровня узнаваемости, который есть сейчас, даже близко не было. Он просто был одним из многих нацистских врачей, который мучил людей в лагерях смерти. Особое внимание на Менгеле стали обращать после расследования охотников за нацистами. Так называли людей, которые искали военных преступников и пытались привлечь их к суду. Самый узнаваемый из них Симон Визенталь, архитектор еврейского происхождения из Австрии, который сам прошел через ужасы концлагерей. И вот после войны он посвятил свою жизнь поиску сбежавших нацистов. Его работа до сих пор вызывает много споров, но об этом позже. В конце 50-х Визенталь собирал данные о ряде нацистов, включая Менгеле. Вместе с этим преступление ангела смерти расследовал Герман Лангбайн. Он был соучредителем Международного комитета Освенцима и сыграл важную роль в процессах над другими врачами из лагеря смерти. Лангбайну удалось раскопать бумаги о разводе Менгеле с его адресом в Буэнос-Айресе. Информацию он передал властям. Тогда же в Германии вышла книга про Анну Франк с упоминанием Менгеле. Ведь девочку после ареста депортировали в Аушвиз, где ей пришлось пройти через отбор. После публикации автор книги получил анонимку. В записке сообщалось, что о местонахождении Менгеле знают родственники и соседи в его родном городе Гюнсбург. Гюнсбург. Анонимка тоже ушла властям. В общем, на официальных лиц давили с разных сторон. В итоге немецкая прокуратура наконец-то выдала ордер на арест Менгеле. В июне 59-го ФРГ направила аргентинским властям запрос об экстрадиции. Местные чиновники несколько раз отклоняли запрос по формальным причинам, но потом все же одобрили. Правда, к тому моменту Менгеле убежал в Парагвай. Но там ему тоже было неспокойно. Менгеле ведь официально получил гражданство под своим именем. Стресснеру приходилось отвечать на неудобные вопросы. Да и личное отношение диктатора менялось. Менгеле же скрывал подробности своей работы в Аушвиц. Но теперь детали его преступления все чаще смаковала пресса. На него стали косо смотреть даже знакомые нацисты. Но одно дело, интеллигентный ученый с правыми взглядами, который знает толк в искусстве, разбирается в классической музыке. И совсем другое, безумный врач, который вырезал глаза и мучил младенцев. Потому что правительство Западной Германии объявило награду за его поимку. Могли сдать и свои. В общем, Менгеле снова задумался над переездом. Об образе жизни Менгеле ходило много слухов. Говорили, что он передвигался только на роскошном черном мерсе с силохранителем, пищал лучшие рестораны. А жил ангел смерти в резиденции, похожей на крепость, которую тщательно охраняли военные. В то же время Менгеле якобы замечали то на Греческом острове, то в Испании, то в Швейцарии, а то и в жунглях Перу вместе с Мартином Борманом. Журналисты окрестили Менгеле летучим голландцем Третьего рейха. Еще ходили слухи, что Менгеле продолжает свои опыты над близнецами. И что он якобы расправился с бывшей узницей Аушвицца. Она то ли просто случайно встретила его в Южной Америке, то ли специально выслеживала его по заданию спецслужб. И главным источником этих слухов был Симон Визенталь. На протяжении нескольких десятилетий он в своих интервью и книгах рассказывал о Менгеле небылице. И утверждал, что вот-вот собирается его поймать. Охотника за нацистами потом обвиняли в самопиаре. Говорили, что он просто паразитировал на Менгеле, чтобы собирать больше пожертвований. Но пиар работал в другую сторону. Постоянные упоминания Менгеле повышали его узнаваемость как одного из главных военных преступников. Образ таинственного и влиятельного Менгеле закрепила массовая культура. Самый известный пример фильм «Мальчики из Бразилии». Кино по одноименному роману вышло на экраны в конце 70-х. По сюжету Менгеле штампует клонов Гитлера, чтобы установить нацистские режимы в западных странах. Причем это не какой-то там трэш был категории «Б», а вполне мейнстримное кино с топовым составом актеров. Роль зловещего врача исполнил Грегори Пек из «Убить пересмешника». Была еще целая серия книг и фильмов, в которых Менгеле показывали как могущественного злодея. Но, как обычно, реальность была скучнее и банальнее. Не позднее 61-го года Менгеле переехал в Бразилию. Помогал ему бывший руководитель австрийского Гитлерюгенд Вольфганг Герхард. Тот свел Менгеле с парой венгерских эмигрантов. Они были фермерами в штате Сан-Пауло. В каком-то смысле повторялся история 45-го года, когда врачу СС пришлось работать батараком. Только теперь он стал управляющим плантацией. Но ведь с того момента Менгеле стал, мягко говоря, более узнаваемым персонажем. Неужели его знакомые не читали газет, спросите вы? Читали, конечно. В какой-то момент догадались, что к чему. Но Герхард напугал пару, что их самих посадят, если они обратятся в полицию. Не последнюю роль сыграл и меркантильный интерес. Менгеле давал им деньги на покупку новых поместьй, где потом жил и работал вместе с ними. Средства, как и раньше, поступали к нему от родственников. Тем временем здоровье Менгеле ухудшалось. Ему же было 60 лет, скакал давление, спина болела. А в середине 70-х его поразил инсульт. Окружающие описывали его как больного, одинокого и сломленного человека. Такого загнанного зверя. В общем, никаких мерседесов с охраной, никаких ресторанов и разъездов по планете. Не говоря вообще уже о планах возвращения в Европу. Менгеле вел унылый и затворнический образ жизни на бразильских фермах. Только боялся он не Визенталя или немецкую прокуратуру. Боялся он совсем других людей. В мае 1960-го агенты Моссада прямо посреди Буэнос-Айреса похитили Адольфа Эйхмана. Во время войны он отвечал за преследование и массовую депортацию евреев в лагеря смерти. Для Израиля архитектор Холокоста был целью номер один среди уцелевших нацистов. Эйхмана затем вывезли в Израиль, где по приговору суда он был казнен. Считалось, что после Эйхмана израильские спецслужбы возьмутся из-за Менгеля. На самом деле его могли поймать уже летом 1962-го. Израильские агенты выследили, где живет Мельцер. Это его кодовое имя, которое ему присвоили. Они даже видели его на улице. Но руководство Моссада не одобрило операцию по захвату. В то время выяснилось, что Египет намерен привлечь бывших специалистов Израильха для создания собственных ракет. И все силы были брошены на решение этой проблемы. А чуть позже уже новый глава Моссада вообще заявил. Надо, цитирую, прекратить гоняться за призраками прошлого и сосредоточить все силы и ресурсы на угрозах безопасности страны. И на следующие 10 лет о Менгеле, считайте, забыли. Израильские спецслужбы сосредоточились на более важных задачах. Но силовики неожиданно вернулись к этому вопросу в конце 70-х. Что же случилось? Может, появились какие-то новые данные о зверствах Менгеле? Да нет. Все проще. Изменилась политическая конъюнктура. В 77-м к власти в Израиле пришел Менахим Бегин, политик правых взглядов. Новый премьер-министр потребовал продолжить охоту на нацистов, включая Менгеля. Бегин считал, что решая проблемы прошлого, можно защититься от угроз будущего. Бегин сравнивал Ясера Арафата с Гитлером и полагал, что арест или ликвидация того же Менгеля станет уроком для врагов Израиля. К началу 80-х Моссад вплотную занялся ангелом смерти. Активизировался и Симон Визенталь. В 82-м году он предложил награду в 100 тысяч долларов за голову Менгеля. А три года спустя выступил одним из обвинителей на импровизированном процессе над бывшим врачом СС. Условный суд проходил в Иерусалиме. Свидетелями стали десятки выживших узников Аушвитца. В том же году жертвы медицинских экспериментов посетили лагерный мемориал. Как раз была годовщина освобождения Освенцима. Оба события широко освещали в СМИ. В результате к розыску Менгеля уже на официальном уровне подключились правительства США, Израиля и ФРГ. Как будто на дворе не 80-е, а 50-е. Общая сумма вознаграждения за поимку Менгеля превысила 3 миллиона долларов. Казалось, в такой ситуации ангел смерти уже точно не уйдет от правосудия. Но доктор зло снова всех переиграл. К моменту, когда Менгелин начал искать чуть ли не весь мир, он уже несколько лет как лежал на бразильском кладбище. В феврале 79-го Менгелин решил немного развеяться и навестил знакомых на одном из прибрежных курортов. Там у него случился второй инсульт со всеми вытекающими. Откачать его уже не смогли. А диозный ангел смерти ушел из жизни более чем прозаично. Никаких отравлений, взрывов или расстрелов. О смерти Менгеля стало известно только через 6 лет, в 85-м. В конце мая немецкая полиция провела обыск у старого друга и менеджера семейной компании Менгель. Этот человек на протяжении аж 30 лет выполнял функции связного между беглым преступником и его родственниками. Среди прочего, он передавал деньги, документы. На него выходили и раньше, но доказать ничего не смогли. Теперь же при обыске удалось найти копии писем от Менгеля и его окружения из Бразилии. В одном из них сообщалось о смерти бывшего эсэсовца. Бразильская полиция пришла к авторам письма и те указали место захоронения. Считается, что наводку немецким стражам порядка могли подкинуть сами родственники Менгеля. Вспыхнувший интерес к его персоне мешал семейному бизнесу и они решили закрыть эту историю. Вы удивитесь, но компания его отца Менгеле Агротехник успешно работала после войны и прекратила свое существование совсем недавно, когда я уже делал Минаев Лаев. С именем Менгеле в названии бренда компания проработала вплоть до 2011 года, пока ее там не поглотил другой производитель сельскохозяйственной техники. Но вернемся к тому, кого этот бизнес стабильно финансировал. Летом 1985-го предполагаемые останки Менгеля их сгумировали. Эксперты сразу из нескольких стран подтвердили, что они действительно принадлежат именно нацистскому палачу. Естественно, многие в это не поверили, как не поверили и в то, что гитлеровский секретарь Борман погиб еще в мае 1945-го. Им хотелось думать, что это очередная мистификация хитроумного врача. Симон Визенталь тоже начал выражать сомнения. Ему якобы сообщили, что видели Менгеле уже в 80-х где-то в Парагвайе. В 1992 году был проведен анализ ДНК, который и развеял все вопросы. После обнаружения останков сын Менгеле признался, что навещал отца за пару лет до гибели. И в одном из разговоров ему стало интересно, что отец скажет по поводу многочисленных обвинений. Менгеле-старший выбрал весьма банальную и скучную линию бывшего палача. Мол, не я придумал освенцам, просто выполнял приказы. В общем, он даже себя представлял чуть ли не гуманистом каким-то. Ну вот привозит ему в лагерь больных или полумертвых. Ну что с ними делать? Не лечить же их. Скорая смерть для них как облегчение. Ну или маленькие дети. Отпустить он их не может. Работать ли они не способны. Прямая дорога в газовую камеру. Но он из милосердия часто позволял матерям пойти с детьми, чтобы они хотя бы вместе умерли и не мучились потом из-за переживаний, из-за этой муки расставания. Такая вот, ну конечно, абсолютно бесчеловечная логика. Никакого сожаления или раскаяния, ну собственно, как и у всех героев нашего серийного номера. Преступником себя Менгеле тоже не считал. И добавлял, что не воспользоваться условиями Аушвица для опытов было бы преступлением против науки. Ну, просто тварь, честно говоря. Суть по всему, так же думали и его наставник, и его коллеги из Берлинского института Евгеники. Напомним, что именно туда Менгеле засылал детские головы, глаза и другие материалы своих экспериментов. И тут возникает вопрос о возмездии. Менгеле хотя бы пришлось десятилетиями прятаться и бояться. А вот учитель его, Отмар фон Вершуер. После войны человек жил вообще очень вольготно. Человек, который, в общем-то, и устроил Менгеле в Аушвиц, который поощрял его работу, пользовался ее результатами. Он успешно продолжил свою карьеру. Его, конечно, динацифицировали. Но он проходил как попутчик. Такая мягкая, самая, наверное, мягкая категория. Она подразумевала, что человек не был неактивным сторонником, не был неактивным противником нацистского режима. Такой же статус получил, например, Леонид Рифеншталь, автор «Триумфа воли». Фон Вершуер вообще отделался штрафом. Ну, пришлось ему, естественно, переобуться. Расовый гигиенист превратился в генетика и яростного сторонника этичных исследований. В 50-х он получил престижную должность профессора и членство в обществах генетиков различных стран. Похожая история случилась с Карен Магнусен. Это сотрудница фон Вершуера. Она исследовала проблему наследственности цвета глаз. Именно Магнусен посылал у Менгеле те вещества, от которых мучились и слепли дети в лагере. А в ответ из Аушвиц ей приходили глаза вырезанные. После войны она преподавала биологию в школе и спокойно дожила до старости. Правосудие избежали и многие другие деятели, которые работали в лагерях смерти исследовательских центров. Наверняка вы слышали рассуждения в духе, да, нацисты, конечно, ублюдки, но ведь человечество потом пользовалось их достижениями и технологиями. И про японцев ведь мы слышали то же самое. Посмотрите выпуск про то, как издевались в японских лагерях смерти, те бесчеловечные опыты, которые ставились там. И то же самое, для медицины же потом какие открытия были. Ну а с немцами взять ту же космическую программу США. По сути ведь ее создали люди, которые в свое время делали для Гитлера ракеты Фау. Это вообще максимально спорная тема, которую долго можно обсуждать. Но в случае с Менгелем все очевидно. Никакой научной ценности в его экспериментах не было. И ни к каким важным открытиям они не привели. Ну что ценного в том, чтобы морить грудного ребенка голодом или сшивать близнецов. Тем более, что у всех этих так называемых исследований была совершенно бредовая, совершенно антинаучная цель. Доказать превосходство одной расы над другой, чтобы оправдать массовый геноцид. К тому же Менгелем не чурался фальсификацией. Вспоминаем про семью, которую убили ради исследования глаз разного цвета. В какой-то причине глаза одного из подопытных не дошли до Берлинского института. Менгелем попросили их срочно дослать. Признавать, что материалы где-то потерялись, он не хотел. Поэтому врач просто вырезал глаза у случайного ребенка, который к этой семье не имел никакого отношения. Маньяк? Конечно, конченый маньяк. Ученый? Ну, конечно же, нет. Врачи-заключенные вспоминали, что Менгелем часто принимал совершенно абсурдные решения. Иногда они не вписывались даже в логику его собственных экспериментов. Когда им об этом аккуратно намекали, он приходил в ярость. Ну, то есть он типичный тиран, самодур. Типа, я сказал перелить кровь, значит, переливаем кровь. У нас, к сожалению, нет результатов его психиатрического обследования, если оно вообще где-либо проводилось. Часть исследователей считает Менгелем психопатом, который упивался бесконтрольной властью над жизнями людей. Другие видят в нем сверхценичного карьериста с безудержными амбициями. Судя по всему, Менгелем рассматривал Аушвиц как трамплин для своей академической карьеры, ради продвижения которой он был готов на все. Но одно другому не мешает. Согласитесь, его же не гнали в Аушвиц под дулом пистолета. Он мог бы снова попроситься на фронт. Кажется, это тот самый случай, когда работа приносила ему удовольствие. Он совмещал то, что считал полезным, с тем, что для него было приятным. Ну, то есть представьте, если, скажем, Михосевичу, о котором был один из наших выпусков, дали бы такие же полномочия, как Менгеле. Но он бы просто передушил всех женщин, которых он, в принципе, не считал за людей. Чисто ради эксперимента. Менгеле — это очень посредственный псевдоученый. И очень большой, огромный садист, который, к большому нашему сожалению, оказался в нужное время и в нужном месте. И опять же, к большому нашему сожалению, умер он своей смертью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова